Я хочу помочь тем ребятам, которые пишут. Это именно литература. Это могут быть как стихи, как тексты для песен, так и какая-то проза, сказки, рассказы. Искреннее желание помочь талантливым ребятам основано на личном опыте. В свои 15 брещанка Дарья Яромич не просто школьница. В копилке девушки уже две электронные книги, вышедшие в свет благодаря издательству Эксмо. Рукописи в стол долго жили на страницах школьных тетрадей и блокнотов. Реализовать мечту, выпустить собственную книгу, еще и не одну, удалось лишь только в этом году. Как оказалось, непростое это дело. Тут нужно и в жанрах разбираться, и юридические нормы знать. Пройдя весь этот путь, Даша поняла, не каждому творческому школьнику это под силу. Поэтому и разработала свою интернет-платформу, где помощь и поддержку сможет получить любой одаренный молодой автор. Нашла очень много ребят, которые тоже как-то с этим связаны, но им было гораздо сложнее, чем мне. Потому что меня всегда поддерживали родители, и у меня был уже и опыт в этом, а некоторым ребятам этого всего не хватает, им нужно какое-то напутствие. И вот поэтому я решила создать такую интернет-платформу, где будет вся самая нужная информация, где они смогут найти единомышленников, где будут педагоги в этой сфере им помогать так, чтобы развивать белорусскую литературу, потому что очень мало белорусских авторов, и помогать ребятам не закопать свои таланты. Но создать проект – это половина дела. Важно уметь его грамотно презентовать, чтобы заинтересованность появилась и у членов жюри. Городской этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» стал местом встречи талантливой молодежи. И каждый из представленных проектов с определенной степенью готовности имеет право на жизнь. Это у нас уже 10-й сезон, 10-й юбилейный сезон данного проекта. Наверное, самая основная, самая главная цель и задача данного проекта, когда она создавалась, это раскрытие потенциала у молодых людей, именно раскрытие их идей, как творческих, как научных. Самое главное в данном проекте – это то, чтобы малый человек стал конкурентоспособным в будущем на рынке труда. То есть это немаловажно сегодня, поэтому сегодня этот проект есть, сегодня он существует, сегодня он дает такой толчок, движение именно вперед для развития своей идеи, для воплощения ее в жизнь. Конкурс в этот раз в связи с эпидемической ситуацией проходил в более узком формате. Однако это нисколько не умолило волнения ребят и их искреннего желания воплотить свой проект в жизнь. Кто же из них стал заветным победителем и кому предоставится возможность пройти в следующий этап? Об этом мы узнаем уже совсем скоро. Продолжение следует...